У Нины Сорокиной много дел, несмотря на то, что она уже давно вышла на пенсию. Каждое утро женщина едет то навестить внуков, то в поликлинику. Зачастую приходится добираться с пересадками, тратить не только время, но и деньги. Сколько мы на пересадку денег отдаем? Ну что, пройдите по этим, по ступенькам, на троллейбус. Сократить дорогу можно, если воспользоваться метром. Для удобства жителей на дорогах Самары теперь будут курсировать шаттлы-автобусы, которые будут забирать людей с остановок общественного транспорта и подвозить к подземке. Пока маршрутов четыре. От ЖД вокзала, с пересечения Пензенской и Владимирской до метро Московская, от кинотеатра «Луч» и общественной остановки «Магазин» до станции «Юнгородок». Городские власти не исключают, что позже количество маршрутов может увеличиться. У нас достаточно большое количество обращений от наших граждан, которые не могут нормально пользоваться общественным транспортом, который проживает в поселке Зубчининово. Соответственно, достаточно большое количество обращений о том, что необходимо улучшить транспортную работу непосредственно в близости железнодорожного вокзала. Ну и, естественно, мы все эти обращения учитываем и предполагаем, что именно в этих точках этот маршрут будет пользоваться наибольшим спросом. Неудобно пересадку, потому что это время. Потому что каждый раз, когда ты пересаживаешься, ты должен ждать следующего автобуса. Долго ждать шаттла не придется. Они будут курсировать каждые 10 минут. Утром с 6.30 и до 9.30 и вечером с 16.00 до 22.00. Новая транспортная система поможет сэкономить. Для проезда в шаттле и в метро нужно будет приобрести единый билет за 29 рублей. Причем за эти деньги можно будет добраться из любого района города. Расплатиться можно будет только транспортной картой. Оплаты за проезд проходят при посадке в автобус. В метро платить не нужно. Ага, все, пошло. Человек садится у кинотеатра «Луч» или магазина, он зубчинит в определенной степени, он делает предоплату 29 рублей. И за эти деньги он может доехать до железнодорожного вокзала. На каждой станции метро установлен специальный турникет, к которому нужно приложить транспортную карту. Деньги с нее списываться не будут. Для удобства граждан в первое время на каждой станции будет дежурить консультант. который поможет разобраться в новой системе. Мы решили провести эксперимент и засекли время в пути от железнодорожного вокзала до поселка Восточный. На дорогу от железнодорожного вокзала до метро Московской у нас ушло 15 минут. Сейчас мы проследуем до конечной остановки метрополитена и узнаем, сколько времени уйдет на это. Еще примерно 15 минут и мы на месте. Итого, примерно за полчаса мы добрались от железнодорожного вокзала до Юнгородка. Максимальное время в пути, говорят эксперты, через весь город около 50 минут. И это в пробке. М-шаттлы начнут курсировать в Самаре с понедельника 3 февраля. Информационные таблички уже размещены на остановках. Также за движением шаттлов можно будет следить через приложение «Прибывалка-63». Мария Левина, Константин Головин. События.